Одним из первых в Нижнекамске от принятия нового закона пострадал бар на углу. Это заведение, расположенное на Химиков 90. Его закрыли буквально недавно. Владельцу этого мини-бара госалкогольинспекция предложила перепрофилироваться в кафе. Но для этого необходимо сделать гардеробную для посетителей и по всем правилам СанПин оборудовать кухню. Естественно, это немалое финансовое вложение. Предприниматель решил закрыть заведение. Перетрубаться в бизнесе, где наливают, начались еще три месяца назад, когда в силу уступил республиканский закон об ограничении запрете продажи алкоголя в некоторых вывеселительных заведениях. Для чего это делается? Для того, чтобы наше подрастающее поколение, то есть жильцы, это для спокойствия жильцов. Для того, чтобы они пришли домой, могли спокойно отдохнуть от рабочего дня. А тут выходят именно во двор, выходят уже люди, так скажем, взрядно, но веселее. Закон принято с этой точки зрения. Госалкоголь инспекции уже выписала предписание с предупреждением некоторым заведениям. В список попал и ресторан «Жемчужина». Три месяца назад у них в ассортименте была вся алкогольная продукция. Сейчас в продаже только пиво. Но дабы не терять выручку, хозяева придумали выход из ситуации. Правда, как оказалось, незаконной. Сейчас алкоголь они могут принести свой. Только требуется, конечно, товарный чек. Потому что лицензированная алкогольная продукция. А в принципе, никаких проблем с этим нет. По такому же принципу работает и кафе «Галина». У них нет лицензии на алкоголь. И заведение тоже расположено в жилом дворе. Вот только знают ли владельцы этих кафе и ресторанов, что они тем самым нарушают закон. С заведением, расположенным в жилой зоне, продавать алкоголь теперь запрещено. Что касается горожан, этому они только рады. Поддерживаю, конечно, но зачем ночное время продавать. Мешает, очень мешает. Тем более, наше окошко сюда смотрит, нам очень мешает. Я с той стороны, окно у меня не мешает, а с этой стороны жалуется. Говорит, это дети у нас маленькие. Шум, музыка, салюты. Ну, пьянцы. Под удар попали и некоторые предприниматели рыночного комплекса. Теперь наливать и продавать пиво в нестанционарных заведениях нельзя. Мы с коллегами решили проверить, соблюдается ли там новый закон. Ну, и сто лет у нас тут. Давайте хоть пиво бутылку возьмем. Мне без дачи. Спасибо. Результат не заставил себя долго ждать. Первое же мини-кафе на рынке, и нам продали бутылку пива. Идем обратно, чтобы сдать пиво и заодно спросить, законно ли здесь продают алкогольную продукцию. А у вас есть разрешение на продажу алкоголя здесь? Нет, это же кофе. А у вас нет туалета, у вас нет стационарные заведения. У вас есть разрешение? Покажите нам. Может, у вас освободительное помещение? Ответа на вопрос мы не получили. Впрочем, проверять заведение – это не наша обязанность. А штраф за нарушение закона немаленький. Для физических лиц – от 10 до 15 тысяч рублей. Для юридических – от 200 до 300 тысяч. Но так строго карать владельцев заведений пока не будут. Госалкоголь инспекции дает еще один месяц на обдумывание. Предприниматели работают либо в рамках закона, или же вовсе прекращают свою деятельность. Айгуль Леблонская, Евгений Лозаев, Новости НТР.